Что можно сказать по внешнему виду бывшего прокурора Калифорнии в предвыборной гонке Камалы Харрис? Ну, я просто уточню, она в вице-президента идет. Мимика, гардероб, постоянный гомерический гогот на неудобные вопросы и тому подобное. Они сэкономили на тьютерах для нее или просто решили не напрягаться, использовать этот год как разминку для ее президентской кампании в 2024-м? Евгений Николаевич, вам слово. Да, но я видел ее несколько раз всего. Вот эта безобразная тетка, у нас бы назвали ее провинциальной хабалкой, но там, наверное, немножко другие у вас местные определения для подобных. Чрезвычайно низкого уровня культуры. Ее используют для привлечения голосов цветных, но не знаю, насколько это будет способствовать, сложно здесь сказать. Я думаю, что да, готовят не столько ее, готовят, но он же не способен, могут вообще готовить какую-нибудь Обаму. В целом, Трамп может вообще в худшем сценарии, а мы даже в реалистичном, стать последним американским президентом в Америке. Американским я имею в виду из тех, кто основал США как великую державу. И это катастрофа. Подмена населения – это самое страшное, что может быть в США и Европе. И не надо мне там говорить, что Америка – страна эмигрантов, потому что Америка – страна эмигрантов, только надо понять, в каких странах эмигрантов. Посмотрите на Либерию, посмотрите на Америку. Все очень просто. Я даже не хочу много слов на это тратить. И вообще печально, что я вынужден в 21 веке обсуждать такое уродство. В приличные времена это существо, не пустили бы приличный дом в свое поведение. А вам не кажется, Евгений Николаевич, забавно? Она в прошлом прокурор что-то про права человека говорит. Она помнит, что прокурор – это человек в силу специфики своей работы, в любой стране мира, это тот, кто запрашивает тюремные сроки, потому что структура, в которой она работает, этого требует. И поэтому, когда она вдруг неожиданно начинает включать правозащитную риторику, это примерно как сейчас бы сказали, что Лукашенко – это ведущий демократ. Очень может быть, да. У нас в России есть Москалькова. Она, по-моему, даже генерал. Генерал по правам человека. Да, 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 генерал по правам человека. Потрясающе. И вот здесь то же самое. Да, здесь то же самое. Ну, наш, конечно, помощней будет физически. Это просто болтушка. Понимаете, я вот что не люблю, я не люблю обсуждать абсолютно очевидные вещи. Да, чего уже обсуждать? Слова закончились. Вот сейчас в Вене идет война, в Париж идет война, в США идет война. Это смешно. Вы обсуждаете как нормальный, что вот заколачивают 5-е авеню, заколачивают улицы, заколачивают внутри, как будто внутри война. Слушайте, я открою вам страшную тайну. В Париже, когда вошли немцы, никто не заколачивал витрины, а все открывали витрины, потому что пошла, наконец, бойкая торговля и преступность снизилась. Это я просто объясняю, да. Вот, открылись все театры. И книга, знаете, что книга издательства при Гитлере в Париже была в 5 раз больше, да? Вот это были плохие оккупанты. Это было при плохих оккупантах. А теперь посмотрите, сравните с оккупантами сегодняшними, при которых закрывают витрины. Это еще хуже, значит, чем были гитлеровцы, да? Поэтому нужен новый Нюрнберг, но уже над левыми фашистами. Вот в чем дело.